Попробую ещё её найти. Ну что, я их нашла. Вот наш ивент, смотрите. Какая красота. Я, если честно, не очень понимаю, зачем мы здесь. Но по ходу дела расскажу. Всем доброе утро. Я очень давно не снимала видео. Две недели, получается, был перерыв, после того, как мы вернулись в Ниссабона. И до этого я две недели не снимала. Я решила взять камеру в руки, потому что сегодня меня пригласили в хэдкота в главный офис компании TPX. TPX это компания, которая делает чай. И я думаю, что вы, скорее всего, слышали про него, потому что он очень популярный в Англии. У них очень много разных видов его. И, знаете, это очень интересно, то, что благодаря блогу тебя приглашают в такие интересные места, где ты бы никогда не побывал. И именно даже не Ютубу, а именно моему Инстаграму. То есть, благодаря моему Инстаграму меня когда-то пригласили на завод за бодишоп. А сейчас меня пригласили в главный офис TPX. И это очень прикольно, это очень необычно. И именно поэтому я решила сегодня для вас поснимать. Я так поняла, что мы будем делать свой собственный чай. Видите, написано blend your own tea. И вот все ингредиенты. Я думаю, что вы точно видели эту упаковку. По крайней мере, у меня где-то во влоге. Это очень популярный чай здесь. И еще у нас должен быть урок каллиграфии. И мы должны делать свой собственный ноутбук. То есть, свою собственную такую тетрадочку. Смотрите, сколько разных видов чая они делают. Я выбрала вот этот вот. Happy. Вот он. Я не знала, что они делают в холодный чай. Смотрите, какой прикольно. И сейчас я нахожусь в туалете этого офиса. Хотела вам показать, как я выгляжу. Я сегодня пришла в таком жакетике новеньком. Купила его на Asos. Вы знаете, для меня это такая большая проблема найти нормальный жакет с длинными рукавами. Так что поздравьте мне, я его нашла. И да, я в джинсах. Вообще, я выгляжу, как будто я в халате. Вот. Просто белая футболка. И джинсы. Мои мюли Asos. Из аксессуаров у меня часы Daniel Wellington. И также вот такое вот украшение от Misoma. Ссылочку оставлю, кому интересно. Вот так вот я выгляжу сегодня. И пойдемте скорее пить чай. Сделала себе завтрак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все ингредиенты, которые я добавила в зеленый чай, я их сюда написала, чтобы не забыть. Никогда раньше не была в этом районе. Брэндфорд называется. Но смотрите название паба Beehive. Я вам что-то рассказывала, да, что раньше люди не умели читать, поэтому на пабах висели картинки. Ну и называли, соответственно, так, чтобы было легко запомнить. Вот. И поэтому приходили по картинкам в паб. Этот выглядит очень старо, кстати. Часть домов выглядит немножечко заброшено. Ну такой непонятный пока для меня район. Испорт Блитмаки растут. У станции много красивых домов, таких больших. А там дальше как-то больше, не знаю, мне кажется, там просто офисы. Там такие большие здания, какие-то заводы или что, склады, какие-то такого плана. Я извиняюсь, если немножко трясет, потому что мне надавали кучу сумок. У меня просто отваливается рука. В любом случае, я сейчас бегу дальше на поезд. И отсюда я поеду в Федзрове. Там мы с Алекс должны встретиться. Это я впервые на поезде приехала на вот эту платформу. Посмотрите, здесь видно Лондон-Ай. В общем, вот эти вот все платформы, они раньше использовались для сообщения Лондон-Париж. Отсюда, извиняюсь, отсюда отправлялись поезда в Париж. А сейчас они отправляются со станции Сан-Панкрас. Да, когда-то давно они отправлялись со станции Лотелю. Никогда еще сюда не приезжала. Просто сегодня я ехала на другом поезде из Брэнфорда, не с Кинстон. Поэтому вот я наконец-то впервые побывала на этой платформе. Хотела вам показать вот это вот здание. Оно очень инстаграмное, очень популярное. Оно даже является обложкой одной из книг про Лондон. «Притесити Лондон» называется эта книга. Покажу вам как-нибудь, она у меня есть. Смотрите, розовый велосипед. Здесь еще зеленый обычно припаркован. Давайте посмотрим, как выглядит этот миус внутри. Смотрите, у них тут шикарный вид. У них здесь из окна Биди Тауэр видна наша телевизионная башня. Ну, в общем, вот так вот выглядит изнутри. И солнышко вышло. Ах, я успела вовремя сфоткать. Посмотрите на этот ресторан. А, молодец! Я тут пришла к Алексу на работу. Алекс меня пригласила к себе. В салоне находится кафе, мы решили никуда не идти. Вот, значит, меню. Сейчас мне Алекс посоветует, что взять. Я ужасно хочу кушать. Я не знаю, как это называется, но я хочу вот это. Вот это. Я прям балдею от дизайна салона. Вот только посмотрите. Вы бы сходили в такой салон? Я бы, да. Обалдеть. Смотрите, что меня Алекс принесла. Ну, не фотографию, конечно, но на самом деле принесла. Они немножко там помялись. Это маленькие медовички. Класс! Я очень люблю медовик. Смотрите, какую вкуснятину нам принесли. Это салат... Что там? Макароны... Не знаю. В общем, то, что осталось в холодильнике с вчера. Да, но выглядит очень вкусно. Это бейгл с лососем. Алекс тоже самое. Это кофе. Этот влог начался в туалете. И, по-моему, какие вещи он в туалете должен был закончиться. Но только это уже другой туалет. Посмотрите, какие здесь милые фламинго. Это все еще в салоне Алекс. У Алекс перерыв уже закончился, поэтому я обожала. Поеду домой. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. И мы увидимся с вами в новом. Пока! Всем доброе утро. Я решила продолжить влог. Хотела вам показать кое-что, что мне пришло. Значит, смотрите. Во-первых, мне пришла вот такая вот крутейшая сумочка. А, кстати, подождите. Я кое-что забыла. Вы ничего не замечаете? Вот так сейчас выглядит наша спальня. Вот в этом месте стояла Розина кроватка. Как вам? Мне кажется, я не показывала еще нигде. Только в сторисах, по-моему, показывала немножко. Освободила Розе нашу спальню. Она с Джеймсом, они вместе переехали в другую комнату. Сумка сайта Форзиери. Мне всегда хотелось иметь именно красную сумку. Но как-то, не знаю, почему-то никогда себе не находила ту, которую я бы хотела купить. В общем, эту мне прислали. Фирма называется Ле Парментье, наверное. Не знаю. Вот. Она, в принципе, небольшая. Она, конечно, такая плоская. Ну, это потому, что я достала из нее всю бумагу. Но, в принципе, в нее помещается там телефон, карточки, поманы. То есть, я уже примерно примерила. Вот. Перестегнула на самую длинную. Тут, видите, все перестегивается. То есть, очень удобно на любой рост. И они мне прислали ее вместе с промокодом. Если вам захочется эту сумку. Либо же любую другую сумку вот этой вот фирмы. У меня есть промокод. И я его оставлю в описании. Вот эта вот вторая сумка. Точнее, первая, которую они мне прислали. Я вам уже ее когда-то показывала. А может быть и нет. Я вот не помню, во влоге показывала или нет. Но в инстаграме она у меня мелькала. Вот. Это шла в пыльники. Здесь вроде бы пыльника нет. Да, здесь просто спасибо и все. Ну, в общем, ладно. Я думаю, что я найду, как ее хранить. Давайте покажу, как она выглядит внутри. Там вот такой вот один кармашек. И внутри она полностью черная. Еще одно, что хотела вам показать. Это вот эта вот коробочка. Я покупала кое-что в Гуччи. Но так вам и не показала. Не знаю, как так вышло. Это было во влоге. И с тех пор очень многие пишут, что же ты там все-таки купила. Может быть и вернула. В общем, сейчас вам покажу. Было это на самом деле давно и неправда. Это был подарок к моему дню рождения прошлогоднему. И я не носила то, что купила. Потому что я только сейчас сделала профилактику. Сейчас вам покажу, что я имею ввиду. Ну, это практически анбоксинг. Потому что я открывала их один раз сама. И потом один раз их открывал сапожник. Собственно, когда он их делал. Это лоферы Гуччи. Самые обычные, классические. И я попросила поставить ему профилактику. То есть они были полностью с вот такой вот кожаной подошвой. Знаю, что некоторые носят и без профилактики. Вроде как все окей. Но я решила на всякий случай поставить. Именно вот сюда, как бы на пол ноги. Вот. У меня размер 40,5. Но это на самом деле не из-за длины ноги. А из-за того, что у меня высокий подъем. И в размер 40 мне было немного вот здесь вот не давило. Вот. А 40,5 в принципе нормально. Но они немного свободноватны мне. Потому что у меня все-таки размер 40. Ну, собственно говоря, это и была моя покупка. Идут лоферы в таких красивых чехольчиках. Они симпатично очень смотрятся. Вот. И теперь, как будет хорошая погода, можно будет их начинать уже вводить в обиход. Вот. У меня были похожие вот Asos. Я вам показывала. Они настолько удобные. Я их так часто носила, что я, ну, просто решила купить что-то, ну, более подороже. Как бы вложиться, да. То, что я действительно буду очень часто носить. И в Лондоне такая погода, что они практически всегда актуальны. Вообще, обычно у меня не валяется столько коробков в комнате. И это просто я решила оставить этот пакет, чтобы что-то в него сложить. Если же я не придумаю, как его использовать для хранения, я его просто выброшу. Это просто были подарки. Покупали подарки, оставались пакеты. Так. Значит, вот что я хотела вам еще показать. Пришла ко мне вот такая вот коробка от Look Fantastic. Называется она Матрешка. Она выйдет на сайте 4 июля. Этот влог выйдет 9. Соответственно, она еще, по идее, должна быть на сайте. Ну, по крайней мере, я очень надеюсь. То есть я, конечно, в сторисах покажу ее раньше. Вот. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, вы ее увидите раньше. Но давайте я покажу ее во влоге. Вдруг кому будет интересно. Потому что здесь просто какое-то обалденное наполнение. Из всех продуктов, что здесь есть, у меня практически все уже были. И при том я их покупала сама. Сейчас вам покажу. Открывается она вот таким вот образом. И вот в этих вот всех ящичках вас ждут приятные подарочки. В самом первом ящике вас ждет, ну, просто бомбовый продукт. У меня есть полный размер. Это Пола Чойс. Эксфолиатор 2% БИЧ. Просто офигенская штука. Я так и не сняла пока что видео про уход. Но я обязательно сниму. И в том числе расскажу про эту вещь. Это как тоник. Вы протираете им лицо. И он обалденно работает. Здесь еще какая-то бумажечка. Оу, это не все. Вы не поверите, но я только что нашла продукт, которого я изначально не видела. Я увидела только БИЧ, обрановалась и закрыла ящик. А здесь еще и ночной увлажняющий крем. Тоже Пола Чойс. Просто обалдеть. Я так рада попробовать наконец-то этот бренд. Потому что, ну, вот это средство мне очень понравилось. Чтобы не быть голословной, покажу вам полный размер свою банку. В общем, я когда ехала в Украину, то я взяла... Ватные диски и замочила их вот в этом эксфолиаторе. Положила в пакетик и брала с собой. Потому что здесь получается 200 мл. Или сколько? 118. И я не могла с собой взять вручную кладь. Так что я рада, что у меня теперь есть вот такая вот бутылочка. 30 мл. И ее можно брать с собой. Ну, и я решила ускорить нашу распаковку. И достала все-все-все продукты. И так будет мне быстрее и проще вам показать. Значит, во втором ящичке у нас кремовый бронзер от Ила Маска. В оттенке Зигоматик. Мне кажется, это что-то типа Шанель. У Шанель, знаете, есть такая кремовая баночка. Так, дальше. Мое просто любимейшее средство. Дипслип пиллоу спрей от компании This Works. Значит, это средство, которое всегда у меня есть. Вот оно, смотрите. Вот его полный размер. Я его использую перед сном. Просто на подушку пшикаю. Вот так выглядит полный размер. И я им уже так давно пользуюсь. Его все равно там очень-очень много. Вот. Здесь у нас получается 75 мл. Мне очень нравится. Пахнет он лавандой. Если вам лавандой не нравится, то тогда это не ваш вариант. Дальше. Следующее средство, которое, ну, просто я очень давно хотела попробовать. Именно полный размер. Потому что у меня был пробник. Это крем для глаз от Доктор Денис Гросс. В общем, почему я давно хотела его попробовать? У меня был только пробник. И по нему, ну, сложно что-то сказать, да. Но, в принципе, мне понравился результат. Значит, здесь огромное количество классных активных компонентов. Во-первых, здесь есть гиалуроновая кислота для увлажнения кожи. Во-вторых, здесь, видите, написано, что оно от темных кругов. Здесь есть кофеин. То есть, если у вас какая-то усталость, либо припухлость, то он вам реально поможет. Затем здесь есть пантенол. Также здесь есть мадекасосит. То есть, ну, вот это такие компоненты, которые помогут чувствительным глазам. То есть, снять какую-то усталость. Компоненты здесь реально очень крутые. И я очень рада, что он вошел в этот боксик. Следующее, тоже обожаю это средство. Это бальзам от Emma Hardy. Это бальзам для двойного очищения. Тоже рассказывала о нем. Ну, он просто обалденный. Потому что здесь огромное количество экстрактов. Его можно использовать как маску. Настолько он полезный, скажем так, для кожи. И также вместе с ним в наборе здесь идет вот такой вот клинзин-клот. То есть, это то, чем вы должны смывать этот бальзам. Вот. Ну, как бы лучше всего они работают вместе. Очень крутой бальзам. Наверное, мой любимый именно в таком формате. Потому что, если среди жидких это DHC, однозначно первое место. Среди вот таких бальзамов это однозначно Emma Hardy. Потому что состав потрясающий. Текстура, запах приятный. Ну, в общем, просто идеальнейшее средство. И самое последнее, что здесь было, то, что я не пробовала еще. Но состав мне тоже очень понравился. Это средство от Эспа. Это масло. И вы знаете, что масел не стоит бояться. Особенно, если они хорошие масла. А здесь очень неплохой такой список активных компонентов. Здесь различные масла. В том числе масло подсолнуха. Еще здесь есть куркума. В общем, в принципе, по составу меня очень заинтересовало это масло. Поэтому с удовольствием его попробую. Короче говоря, Look Fantastic, как всегда, удивили. Как всегда, потрясающий просто набор с продуктами, которые я уже люблю. И продуктами, которые я хотела бы попробовать очень давно. Вот, ссылочку на эту коробку оставлю вам в описании. Надеюсь, она еще доступна на сайте. Я, конечно, не уверена, потому что я снимаю это намного заранее. Вот, но если вам удастся ее купить, я уверена, что она вам понравится. Потому что она, ну, просто потрясающая. И спасибо огромное, Look Fantastic, за такой классный подарок. Потому что мне большинство продуктов уже нравится. Потому что я уже их пробовала. Кто интересовался, как поживает плюшенька, плюшеньке жарко. Поэтому плюшенька у нас ищет сквознячки. И потом вот так вот валяется. Да, куська. Скажи, лето не самый легкий период для британских кошек. Это ее любимый шарик. Она с ним играется, все равно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok